запил запил ты мой сладкий всем добрый ты моя птичка ты запил тебе же лучше да смотрите сколько ему скорлупы вчера наделала да ты запил пой птичка не стыдись у него кстати кальций вот есть он его грызет для клюва поэтому не ревнуем не ревнуем все хорошо все схож спокойно да так что вот спой птичка не стыдись иду на работу я по четвергам с утра хожу укладывать бабулечку 1 домой к ней потому что четверг это такой день тихий спокойный для парикмахеров не знаю как у других но у меня очень спокойный день скажем так и вот я с ней договорилась с утра ей бигуди кучу а потом перед закрытием снимаю и уже укладываете себе гуде потому что бабушка так боится этого вируса что она не хочет выходить из дома никуда вот и хотя вот дочь ее у меня была подстригалась и красилась сноха ее в общем все ходят кроме нее не знаю ну вот так вот представляете она уже старенькая ей просто говорит не дома буду сидеть но укладывается каждую неделю представляете никуда не выходит нам город для себя а я в зеркало смотрюсь говорит а там я с волосами которые дыбом стоят нет не горит так не нравится но мне еще лучше на хорошие чаевые оставляет иногда там сына и внука их ее еще стригу поэтому да вот так вот видите вот такие вот люди тоже есть эти много таких бабушек есть которые вот боятся что их вирус задение хотя у нас вот все спокойно вчера по даже в газете какой-то был написан в идеал по моему что у нас же две-три недели был была вспышка в нашем матри или там 11 человек чары 11 человек было зараженных и вот вчера было написано что типа мы с этим справились и у нас в нашем городе все чисто но не нужно как говорится расслабляться и да у нас в андалусии вообще в пол испании видео жесткий масочный режим маски нужно надевать везде кроме дома она у меня кстати есть раньше я этим улицам даже не брала с вы маску сейчас вот она мне в кармане лежит во первых недалеко идти на работе сейчас надену на пляже нужно носить маску но если ты купаешься и сидишь например загораешь то можно без маски а если ты гуляешь по по берегу то нужно в маске идти в общем маски везде кроме дома ну и машины естественно а так вот иду сейчас на улице уже если меня сейчас полиция увидит 100 евро штраф но хотя у нас полицейские не такие знаете но сначала не предупредят можно дурочкой прикинуться что не знала или иностранка в общем но лучше носить так я в общем сейчас с работы пришила заехать в декатлон там маски такие знаете спортивные продается в них легко дышать ну чтобы на улице ходить так нам сейчас по улице тоже надо маску ходить а вот эти вот синие хирургические не накопишься и там вот есть если конечно их не раскупили вот народу нас сегодня сегодня 16 число меняется вот отпуска у нас по две недели и сегодня вообще треш какой-то сейчас опять отключусь потому что нужно руки дезинфицировать видите все дезинфицируют руки так вот где они лежат я не помню а вот фон они какие некрасивые какие-то красные они там всякие есть розовые розовые не розовые сейчас пойдут зыркну женщина тут уйдет почитать совсем никакая прозрачная поскольку стоит 7 евро что-то я даже не знаю за 7 евро для пачку покупать как вы думаете мы посмотрю это тоже смотрите как но вообще никакая что-то совсем никакая за 7 евро он тоже даже материал то нету такая мне не нравится а больше нам тут никаких нет а чем не больше ничего не надо зачем я пришла сюда шортики посмотреть какие прозрачные тоже 15 евро у меня шортики есть двое даже так что буду я в своей хотеть маски кого такую я состряпу за 2 за 2 евро правильно так ему по жопе такой в испании нельзя кстати чтобы так прилюдно по жопе давать детям можно засудить подать суд и выбрать его свободно хотя иногда так хочется по жопе дать даже не своим и чужим куда я иду наверное поехал я обратно домой что она совсем эта маска ни на что не похоже ну все у нас внизу живут какие-то соседи дикарей знаете в испании все такие дрожжелюбные когда открывают лифт там или выходит из подъезда все обязательно здороваются улыбаются там особенно соседи да тем более мы сейчас встречаемся этот же сосед он знаете смотрите какой сейчас открываю дверь подъезд он значит стоит я дверь с той стороны открываю он с другой ждет пока я открою я ключом открываю ему просто стоит я значит открыл он выходит чуть ли меня не шип хотя я дверь открывал ну я по привычке говорю здрасте и пошел какой-то дикарь вообще жена у него кстати такая же дикарка и вроде бы знаете испанцы и все но какие-то вот дикари у нас машины должны стоять ну так как 16 число на другую сторону должны становиться поэтому сейчас машины стоят триндец как одна там другая тут в общем шахматном порядке чутье ты как тут пела ли чё или ток вид делал у тебя перья это слезают может так и надо а а ой ты чё мандыкнулся ладно пойду разогревать да вот часто мне слово сказал разогревать баклажан пол баклажана и салатик у меня там есть еще вот который в меркадоне готовы уже покупала вкусняцкий так что буду лопать сестра приходил подстригаться а вот я очень часто вижу с родственниками может даже на больный час чаще чем он сам потому что во первых мы я работаю рядом с их дома вот и мы там постоянно видимся мы вот дело не в этом дело в том вот в воскресенье она приехала стены рифы с канарских островов я же мусор выбросила пакет не вставила вот она туда ездит мне дочка работает там и она туда летает в месяц по два-три раза вы знаете еще билеты такие дешевые ищет и вот сегодня дочку же прилетит сюда тоже не там небольшая проблема со здоровьем и в общем чем сидеть там у одной она приедет сюда к матери вы знаете кто прописан там на канарских островах им лететь на сюда в основную испанию скажем так получается очень дешево там чуть ли не за 20 евро туда обратно можно слетать а между островами вообще руках нам на автобусе вот но на это нужна прописка вот именно оттуда поэтому они летают туда сюда как мы как я в гранаду езжу например в неваду так они туда-сюда летают вот вот она прилетит она была там 4 ну за 4 дня сестра вся черная я говорю ты где так загорела она говорит вот 4 дня мы там ходили прям вот черный говорит там солнце все-таки все равно намного отличается чем от нас здесь я говорю офигеть я показала свою племяшку маленькую белогрузь она говорит какая она белая говорит везде белое тело белое ой у вас там солнце нет у вас там наверное холодно я буду медведи по улицам ходят морю холодно горю так же как и здесь вон правда сейчас не знаю какая там жара в тамбове какая жара сегодня сейчас или холодно чё там ну в общем я сказала что жара вот такие вот дела сейчас разогрею один пол баклажанчика и тут у меня вы знаете у меня муж никогда не лопал че фрукты он вообще не очень любит фрукты но там сейчас вот например ест арбузы да и не может есть а тут вчера такой гляжу говорит какая сладкая черешня я говорю не понял ты ее с каких-то пор то ешь ты ее вообще не ешь а я что-то говорю взял попробовать а она такая вкусная говорю ну да тут и сейчас еще раз пробуешь она уже к концу подходит распробовал черешню мою 6 евро килограмм это шутка то сейчас еще напишите скажите что пожалел есть люди разные с чувством юмора без чувства юмора у меня вот чувство юмора нормально развита где шутка шутка где серьезно серьезно все поддается логике ладно я разогреваю достаю себе салатик может быть сегодня кукурузу все-таки сварю такой вкусненький он там с ананасами идет с крабовыми палочками даже яйцо есть но нам даже да гадость но иногда можно себя побаловать такой гадостью по моему мой чуча вернулся это вот он опять так поет и поет и поет я настолько привыкла к его пению что вот дня два он вообще не пел я просыпалась под его пение потом вот это а дня два назад думаю блин а чуть не поет а сегодня утром стою такая и слышу там что-то он петь начинает думаю ну нифига себе очухался и вот сейчас тоже поет да чуть да поет а еще меня терзает смутные сомнения знаете про что сегодня у нас праздник в испании как церковный праздник день святой кармен а где же у меня кольцо и мне кажется что у нас сегодня сможем годовщина но я в этом не уверена нет для этого мне нужно найти свое обручальное кольцо сейчас поищу в общем у меня как у всех есть обручальное кольцо но я его не ношу потому что ну смотрите во первых толстая и вот туда забивается краска от на работе да и начинает вот это место вот просто как бы аллергия или что-то еще вот но и вообще она мне большое стало я ну не стал неудобно мне в нем не ношу но у меня здесь есть выгравлены в ринель он видите короче там вы написано число когда мы женились это было сегодня ровно десять лет назад прикиньте у нас да еще круглая дата а я совсем забыла ну про муж это вообще сейчас кстати скажу поздравляю тебя пускай голову ломает а я вот просто сегодня пришли ко мне на работу и клиентка и говорит так как во первых еще и этот вирус то особо его и не празднуют обычно этот день празднуют тем что святую ну как статую святой делают вечером службу и потом ее выносят как здесь говорят погулять у я у меня были видео из прошлого года наверное если сейчас не забуду сейчас кстати не забуду скопирую и вставлю вам видео с прошлого года это красивое зрелище в общем на лодку ее сажают и вот по берегу как бы это возят на прогулку скажем так и я помню что мы в этот день поженились и думал блин хорошая дата прям вот в этот праздник и представляете забыла чизгала для меня вот всякие эти даты не особого ничего не значит да вот я не вообще по барабану все эти даты я уже говорил если мне хочется какой-то праздник это зависит не от даты а от настроения скажем так вот потому что иной раз бывает что настроение такое огонь что нужно хоть и хочется фиеста и праздника а иногда праздник вот да но душа вообще не лежит не гулять не праздновать ничего а вот через силу это что за праздник но сейчас ка я сейчас ему сейчас напишу спрошу скажу поздравляю тебя 10 лет прикиньте 10 лет но и там еще четыре или пять лет без свадьбы очень уже так много времени прошло пипец смотрите что у меня тут будет вариться кукурузка вспомнила о ней это кукуруза она какая-то знаете пять минут варится и готова сейчас еще чуть-чуть шпинатика дам а где он вчера хорошо поедет поэтому думаю сегодня тоже ловко поезд а я буду кукурузку любите кукурузу вас тоже уже начал начался сезон кукурузы здесь она продается каждый круглый год мне кажется но но она дорогая зимой или там другие времена сейчас вроде бы как ненормальная цена вот я обожаю кукурузу только вы знаете все таки деревне она была намного вкуснее я тут и пробовала подольше варить и так вот как-то не знаю какое-то отличие все равно есть может быть это от головы идет не знаю но вот вкус все равно не тот не детский в общем час отчеству не легче на геране какая-то фигня образовалась вот я тут знаете вот смотрите видите внутри как будто кто-то его жрет видите я вот этот вот как говорится нужно резать как это сказать-то айки кортар пор лосану надо резать ну где еще живое да что это может быть вот видите тоже как-то причем внутри непонятно вообще что происходит не знаю у меня вот такое вот средство есть от всяких недоброжелателей сейчас побрызгаю может быть спасу что такое прям это сглазил что-то хотя я взглаз не верю вот это так к слову сейчас побрызгаю шпинатики шпинатик прилепила видите вкусная да вкусно буду брызгать я такая думать что растет от конечно там по моему ход надо вот так чтобы добила все было наверное специально продают что ездили люди покупали чтобы все это не было долговечным под отсвел и все новые покупайте так вот специально для цветов ты тут тоже как-то живет кто-то или что-то не знаю даже но он растет ли он как растет по всей тоже растет тянется к солнцу в общем да посмотрим выживете не выживет обрезала вроде бы все ведь прям вот этот куст сильно был а тут не очень но вот видите тоже такие в стволе непонятно что ну ладно поживем увидим твою мать встречался у кого-нибудь что это такое сейчас google полезу что же мне до завтра терпеть когда ответите мне или не ответите я же нетерпеливый человек пойдемте кукурузу посмотрю чё тут улегся чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь на тебе вот смотри такие колбаски выкупил смотрите прям живые настоящий морду воротит обожрался зажался вообще уже так надо руки помыть кукурузу наверное уже сварилась конечно ебзнайте с маслицем сливочным но это уже нарасти жопа перетерпим сходила в душ как же это классно сходить душ после прогулки какой у меня сушняк чарли тоже за ваше здоровье и всего вам самого лучшего так у нас что сегодня четверг завтра пятница в общем у кого выходные приятных выходных всего самого лучшего всем пока пока до завтра до завтра